Иван Черняков сразу к делу. В этом ролике я расскажу тебе про реактивность в программировании, откуда она взялась и с помощью какой магии работает. Разберем мы это на хайповой нынче технологии сигналы. Мы залезем в наши любимые кишки под капотом, и ты станешь чуточку больше инженером. А главное, мы ответим на вопрос, насколько нова эта технология, или еще наши деды на перфокартах ее использовали. Показывать я это буду на примере одного из фреймворков. Ну, конечно, ангуляра. Но я прошу тебя, не привязывайся к технологии, ведь базовые понятия везде одинаковые. Сейчас все объясню. Подписывайся и погнали. Вот ты, например, прекрасно знаешь, ну или догадываешься, что сигналы это что-то про реактивность. А что такое реактивность? Можно ли как-то простыми словами это описать? Ну, конечно, можно. Сейчас мы это сделаем. Итак, возьмем для примера Excel. Сделаем одну ячейку 2, другая ячейка 3, а в следующей ячейке посчитаем сумму предыдущих двух ячеек. Итак, получилось 5. Окей. И теперь давайте умножим эту сумму на 2. Смотрите, когда я нажимаю Enter, происходит перерасчет суммы. То есть я должен сделать какое-то действие, чтобы сумма перерасчиталась. Но если я изменю значение одной из ячеек, на которой это все основывается, то результат автоматически пересчитается. То есть я не заходил сюда и не нажимал Enter. То есть эти ячейки отреагировали. Это и есть реактивность. Ну, очень верхнеуровневое объяснение оной. Но в начале ролика я говорил что-то про перфокарты. Какая связь может быть между Excel и перфокартами? А очень простая. Чтобы это понять, нам нужно отправиться в 1969 год и открыть потрясающую статью. Кстати, все ссылки на все материалы будут в Telegram-канале, ссылка на который в описании. Итак, в 1969 году два канадца, Рене Пардо и Рэми Ландо, разработали First Commercial Electronic Spreadsheet, который они назвали Lampar. Lampar они разрабатывали, чтобы решить проблему таких гигантов, как Bell Canada и NTNT. А проблема состояла в том, что у них было огромное количество ячеек в их budgeting forms. Я думаю, что каждый сам найдет для себя нужный перевод. Но, скажем так, какие-то бухгалтерские формы, финансовые отчетности и так далее. Впоследствии в 70-х годах компания Xerox использовала схожие концепции реактивности, чтобы реагировать, реагировать на действия пользователей в своих интерфейсах. Например, вы же знали, что Xerox придумала мышку. Давайте теперь обмотаем время сильно вперед, потому что с 2009 года, минимум с 2009 года, такая библиотека QT использует что-то похожее. QT – библиотека, чтобы на C++ писать пользовательские интерфейсы. Я небольшой эксперт в C++ коде, но думаю, что мы с вами разберемся, потому что это очень простой кусок кода. Итак, смотрите, мы объявляем несколько переменных. FirstName – John, LastName – Smith, H41. Дальше объявляем, скажем так, составную переменную FullName, у которой, внимание, внезапно практически формула, как в Excel ячейке, которая зависит от FirstName, LastName и от H. Далее убеждаемся, что FullName правильно посчитался, потому что у нас получился JohnSmithH41. Меняем FirstName на Emma. Происходит некий переход, потому что Джон уже стал Emma. Emma Smith. Смотрите, все среагировало. Итак, едем дальше. 2010 год. Это уже JavaScript, библиотека Knockout.js. Здесь меньше угловых скобок и не так страшно. Но все то же самое. Есть FirstName, LastName, не очень оригинальные создатели библиотек, например. Есть некий Computed, а Computed внезапно опять, как формула в ячейке Excel. Все будет пересчитываться. Итак, а теперь 2013 год. Уже вышел Angular, уже вышел React и появляется библиотека S.js, в которой концепции реактивности совсем уже близки к нашим дням. Опять же, есть Gritin, есть Name, есть некоторые формулы в ячейке Excel. И мы можем поменять Name с Hello на Reactivity. И поверьте мне, я запускал этот пример. Он работает так, как мы это ожидаем. И сейчас, во мнении, что используя технологию сигналов во фронтенде, это хорошо, сходятся практически все фреймворки. Кроме особенных, у которых свой путь, такой рыжий и с веснушками. В итоге, представьте, потребовалось 60 лет с момента нащупывания этого подхода до сегодняшнего дня, когда это стало действительно хайпом в мире JS-фреймворков и интерфейсов. Так что получается? Все действительно придумано до нас? Забавно. Что ж, теперь перенесемся в настоящее и посмотрим, как это работает в Angular. Итак, давайте посмотрим, как это работает в Angular. Я сделал небольшую демку. Вот весь ее код. У нас есть три сигнала. Один сигнал равен пустой строке изначально. Второй сигнал он компьютер. То есть он как бы Excel-личейка, в которой есть формула. Вот эта формула, пожалуйста. Он проверяет, что технология равна Angular. И есть Tinkoff Reaction, который проверяет формулу над формулой. То есть над, с основной другой ячейкой. Если истоки набывают Angular, если он будет true, тогда будет такой ответ. Нет, другой ответ. Итак, смотрим, как это работает. Нажимаем на React. Олег Юрьевичу не очень нравится. React MLBX. Ну, то же такое. И нажимаем, наконец-то, Angular. И Олег Юрьевич доволен. Все нормально. На что прошу обратить вас свое внимание. Когда мы первый раз засветили сигнал, и он стал быть равен React, посчитался Tinkoff Reaction и посчитался истокен About Angle. Но во второй раз, когда мы поменяли это значение, посчитался только истокен About Angle. Tinkoff Reaction не пересчитывался. То есть это ленивое вычисление. Сейчас объясню, как это работает. Итак, чтобы объяснить, как это все работает, нужно ввести несколько концептов. Я это покажу в визуальном режиме. Рисую вам на доске. Итак, Angular строит некоторый реактивный граф, который в свою очередь состоит из трех видов нот. Signal нот, Computer нот и Watch нот. Signal нот – это обычный наш сигнал, самый простой. Computer нот – это составной сигнал, который может реагировать на другие сигналы. А Watch нот нужен для эффектов. Если вы не знаете, что такое эффекты. Эффекты – это просто функции, которые будут выполняться, когда будет меняться значение сигналов внутри. То есть Computer нот возвращает какое-то значение, а эффект просто запускает эту функцию, которую мы туда передали. Все эти три ноты наследуются от Reactive нот. И тут надо сделать оговорку, потому что в первой реализации сигналов в Angular они действительно наследовались. То есть все было написано в OOP-стиле, и мы экстендились от класса Reactive нот. Но потом создатели Angular все переписали на объекты и функции. Теперь Reactive нот выступает частичкой прототипа, из которого рождается объект. Signal нот, Computer нот или Watch нот. Эти реактивные ноты могут быть консюмерами или продюсерами, либо теми другими одновременно. Итак, сигнал нота может быть только продюсером, потому что он только производит какое-то значение, оно не потребляет, не слушает других. Computer нот может быть как консюмером, то есть она потребляет значение простых сигналов, так и продюсером, если она будет вложена в другую Computer ноту. А Watch нота, она чистый консюмер. И последний концепт, который нужно знать перед объяснением всего этого на коде, то, что у реактивного графа в одну единицу времени может быть только один активный консюмер. То есть вне действительно объекта реактивного графа есть переменная LED Active Consumer. О, смотрите, это даже замыкание, которое вас спросят на следующем собеседовании. Активный консюмер изначально равен нулю, и как только выполнение кода доходит до того, чтобы посчитать, например, то, что написано в функции Computed, он ставит себя активным консюмером. Когда вычисление заканчивается, он возвращает на предыдущее значение, которое было до него. Итак, теперь можно посмотреть более глубоко, как это работает в коде. Я вывел некоторую отладочную информацию о каждой из этих нод. Собственно, у нас есть ноды технологи, это сигнал нода. И из токена Boutangela и Tinkoff Reaction, это те самые Computed ноды. У них есть такие параметры. У них, конечно же, их больше, но я вывел только четыре, которые нам сейчас нужны. Это значение, версия сигнала, то есть сигналы версионируются, сейчас объясню. Дальше есть список нод-продюсеров и список тех версий этих нод-продюсеров, которые мы в последнее раз считали, то есть last read versions. Итак, начнем выполнение программы, и все будет понятно. Нажимаем React. Желтым посвятилось все, что изменилось. У Элью стала React, версия стала первая. Продюсеров никаких нет, потому что и быть не может. Эта нода не консюмера, она сигнал нод, как только что сказал. А вот в IstTokenAboutAngelo появился продюсер ноды. И это ссылка на нашу конкретную ноду, потому что у нее, смотрите, Value React, version 1. Последнее, что мы прочитали, была первая версия. У Zinkoff Reaction то же самое. Есть текущий Value, версия, она зависит от этой ноды, которая в случае зависит от другой ноды. Последняя версия была прочитана 1, и тут тоже последняя версия была прочитана 1. Итак, теперь про версии. Версия – это некоторый механизм оптимизации в сигналах в ангуляре, потому что мы сравниваем не какое бы огромное значение ни было, может быть, объект на тысячу строк, не знаю, а сравниваем только number с number, то есть версия с версией. И понимаем, надо нам пересчитывать что-то, не надо пересчитывать что-то. Очень удобно, очень быстро. Итак, смотрите, я меняю значение сигнала Technology на React MobX. Поменял, желтым посвятилось то, что изменилось. Когда мы вызываем S-Token About Angular в шаблоне, ему нужно принять решение, запускает ли функцию computation или не надо. Каким образом он принимает это решение? У него есть массив producer node, в которой лежит, собственно, та самая нода Technology. И у этой ноды есть метод, который проверяет, надо ли обновлять консюмера или не надо. Каким образом он это делает? Он очень простым и в лоб. Как я говорил вам, актив-консюмер может быть только один в единицу времени. То есть, когда истокен About Angular начал эту проверку, он поставил себя этим консюмером и запустил этот метод у продюсерской ноды. Продюсерская нода посмотрела, что она записана у активного консюмера, который сейчас истокен About Angular под версией 1, а она уже в версии 2. Поэтому она говорит, давай-ка ты пересчитывайся. И он взял и пересчитался. Таким образом он поменял значение, в нашем случае не поменял, потому что он так и остался false. И поменял последнюю версию, которую я прочитал. Что интересно, Тинькофф Reaction пересчитывал здесь, но не пересчитывал здесь. Давайте посмотрим, что произошло. Тинькофф Reaction также поставил себя консюмером, вызвал у продюсерской ноды этот метод. Но тут нет никакого конфликта, потому что последнюю версию он читал первую. И тут так и осталось первая версия, потому что значение не поменялось. Вот и оптимизация, то есть мы не должны пересчитывать эти вычисления максимально ленивые. Нажмем третью опцию Angular, и тут уже конфликту быть, потому что Тинькофф Reaction поставил себя, вызвал метод у продюсерской ноды из токена About Angular, а она-то уже поменялась, потому что Angular равен Angular, это стало true, и версия поднялась на вторую. Соответственно, произошел перерасчет, и мы записали, что вторую версию последнюю и считали. Примерно так это и работает. Короче говоря, все старое снова новое. Люди часто продолжают думать, что их любимая технология или инструмент, который они используют каждый день, была той самой, которая принесла инновации. Но иногда, кроме инновации, еще нужно время. Подписывайтесь на этот и телеграм-канал, и помните, все, что вы сейчас перед собой видите, это изначально нули и единицы, просто сложенные в правильном порядке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...